Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, каким образом можно отработать рубец. То есть, если есть у вас шрам на теле, как сделать его более подвижным, мобильным, чтобы он не тормозил работу фасции, мышечной ткани, работу внутренних органов, чтобы не нарушал, а также улучшал рецепторное поле в этой зоне, чтобы чувствительность этой зоны восстанавливалась и все рецепторы работали более качественно. Поехали! Для того, чтобы улучшить подвижность рубца и чтобы он перестал воздействовать на внутренние органы посредством как раз-таки кутовесцеральных рефлексов, то есть кожно-внутренностных рефлексов, чтобы информация нормальная с этой области поступала в проекцию вот этой зоны вниз, не обязательно вот этой любого рубца. Нужно, чтобы у вас был рубец. Если он есть, то проверяем следующим образом его подвижность. Нужно, чтобы он полностью как кожа работал, то есть был полностью подвижен. Для этого нужно сделать следующее. Вы встаете на верхний и нижний край любого рубца. Пусть это будет шрам от аппендектомии, пусть это будет любой другой шрам, даже от ожога, пусть это будет шрам от другой операции, то есть рваны и так далее. Нужно сделать следующее. Встаем на верхний либо нижний край рубца и проверяем его подвижность по растяжению. То есть верхний в одну сторону, нижний в другую сторону. То есть вот таким вот образом. Раз. После этого делаем подвижность, проверяем его в другую сторону. Два. И в этой как раз таки паре нужно понять, в какую из сторон рубец двигается лучше. То есть в эту или в эту. Если и в одну и в другую сторону рубец достаточно подвижен и не вызывает никаких болезненных ощущений, то в принципе в этом направлении с ним работать нет большой необходимости. Если же вы ощутили, что в одну из сторон рубец двигается лучше, а во вторую хуже, то как раз таки на этом этапе лучше остановиться. Нужно сделать следующий момент. Именно натяжение использовать рубца в ту сторону, которая хуже сдвигается, и остаться в этом натяжении несколько минут. Вообще это определяется очень индивидуально, и натяжение может вызывать резкую, острую боль такую, что невозможно держать несколько минут это натяжение. Рубец может начать сжечь, он может начать колоть. Если так происходит, то потихоньку вы натяжение это уменьшите и останьтесь в более комфортном положении, но все же в натяжении. И постепенно вы почувствуете, как рубец в одном из направлений, в том, в котором он меньше смещался, становится более подвижным. И в конце концов доходит ровно до такого же подвижного состояния, как и в противоположную сторону. Таким образом вы улучшаете именно висцеральную работу посредством активации и подвижности рубца. То есть кожа становится более эластичной, и именно кутовисцеральные рефлексы уже не сильно влияют на эту область. Следующим пунктом, что еще нужно сделать, это проверить его растяжение и наоборот сближение. То есть мы встаем на верхний и на нижний край рубца и делаем натяжение его. То есть в норме обычная кожа, она также должна уметь тянуться и собираться. Поэтому мы делаем то же самое с рубцом. Мы превращаем его по функционалу в обычную кожу. Это и есть гол, это и есть цель. Поэтому мы натягиваем его. Если он тянется и делается достаточно эластичным, без каких-либо грубых ощущений в рубце, то все нормально. И также мы его собираем. Если он собирается без каких-либо грубых складок, без запятых, то значит мобильность его адекватная. Еще один вариант, как проверить именно способность рубца двигаться, это собрать его в складочку и прокатать. То есть сделать вот такое вот движение. То есть сделаем вот такое вот движение, вот такое вот движение, вот такое. То же самое можно сделать по рубцу и проверить, нигде ли он не застревает, не происходит ли какое-то грубое спаечное явление. Если это так происходит, то как раз таки эта работа должна произойти именно с вашей стороны по рубцу. То есть встаем на верхний и нижний край, натянули. Если вы чувствуете, что он очень плохо тянется, достаточно тугой, достаточно напряженный, то мы просто натянули его вниз и вверх и встали в этом натяжении также до ощущения, когда эластичность прям станет намного лучше. Потому что бывает так, что натягиваешь рубец и чувствуется жжение, резь, как будто бы кожа рвется, хотя натяжение буквально там совсем небольшое. Если это так, то просто остаемся в этом натяжении и легко его уменьшаем, чтобы было более комфортно, если вы делаете это себе, либо более комфортно пациенту, если вы это делаете кому-то. Точно так же имеет смысл поработать, если вы сдвигая края, то есть делая складку, она не собирается в складку. Точно так же натянете, если нету этой эластичности, то просто насколько можно натянули и ощущаем, как рубец потихонечку становится более эластичным. До тех пор в идеале, пока пальцы ваши не сойдутся. После этого снова проверяем движение вверх-вниз, вправо-влево, вовнутрь, натянули и прокатываем. Если прокатывание во время прокатки вот таким вот образом и есть какой-то жесткий момент, который не дает вам прокатать, он прям соскальзывает, в этом месте над рубцом нужно сделать легкий защип, просто вот ущипнуть рубец, если он это позволяет сделать. Если он не позволяет, то можете чуть шире взять с захватом здорового участка кожи и немножко его приподнять. Опять же, вы можете, если есть спаечный процесс, ощутить, как будто жилу из пупка откуда-то вытягивают. В этот момент желательно натяжение чуть-чуть уменьшить. Если больно делать защип, сделайте еще чуть шире захват и таким образом легко вытягиваете рубец. Натянули и стойте до ощущения, пока не станет это натяжение более подвижным. Или до тех пор, пока натяжение вот этого «жил» в кавычках из пупка не станет более комфортным. И таким образом мы отрабатываем рубцы. Легкое резюме. Вот таким образом скрутили. Таким образом скрутили. Куда хуже всего скручивается, в этом положении его надо натянуть рубец и постоять до улучшения подвижности рубца и до уменьшения болезненных ощущений. После этого натягиваем и делаем складку. Опять же, чувствуем, куда хуже делается движение. Либо в натяжку, либо в складку, либо и то, и другое. Значит, в ту сторону, куда хуже происходит мобильность, то есть мы его должны натянуть и постоять здесь до улучшения мобильности. Либо наоборот, собрать в кучку и постоять до улучшения мобильности и уменьшения болевых ощущений. После этого собираем в складку таким вот образом и понимаем, если где есть где-то запятая, то есть какой-то момент неподвижности, то есть ущипнуть либо так, либо если больно, чуть больше защип со здоровой кожи, натянуть этот участок и постоять до улучшения натяжения и уменьшения болевых ощущений. Таким образом, повторюсь, обрабатывается любой рубец, будь это шрам операционный, либо травматический, от ожогов, от порезов, не важно, все это можно улучшить. Тем самым мы именно кожно-органные рефлексы снимаем. Если это проекция на животе, таким образом мы кожно-органные рефлексы снимаем, если это на конечности, мы улучшаем работу подвижность фасций и мышц, также сосудов нервов в этой области. И не забываем про то, что мы также восстанавливаем рецепторное поле в этой зоне, где имеется рубец. Восстановив рецепторное поле, мозг начинает видеть этот регион более целостно. Если он видит его более целостно, соответственно он туда тратит внимание и работа этого региона происходит более полноценная. Вот каким образом вы можете собственными руками восстановить эту зону с рубцом, чтобы она не патологическая была, чтобы не влиял рубец на общий фасциальный пакет, чтобы не нарушалась работа внутренних органов и чтобы вы чувствовали себя более комфортно без каких-либо скрытых патологий в этой зоне. Чтобы мозг видел эту часть тела более целостно и вы смогли жить более качественно, не переживая о том, что он будет этот рубец вам в дальнейшем мешать. Вот такая вот техника. Пользуйтесь.